Издательство «Эксмо» представляет Татьяна Степанова «Все оттенки чёрного» читает Ольга Прохорова. Пролог. Утренняя звезда. Ночь уходила, хотя темнота по-прежнему скрывала и лес, и холмы, и церковь над рекой. В посёлке, на том берегу, не светилось ни одно окно. Он споткнулся о корень, выступающий из влажной, размытой летним дождём земли, точно лапы лешего, едва не упал. И как только она умудряется отыскивать дорогу в этих зарослях? Хотя... Холм есть холм, карабкайся вверх по склону и не ошибёшься. Месяц появился в разрыве облаков, точно тусклую лампочку включили, и в его мертвенно-серебристом свете на минуту неожиданно стали различимы для глаз каждая ветка, каждый лист молодых деревьев и кустов. До вершины оставалось совсем близко. Мужчина, кряхтя, упорно лез вверх. А на холме его уже ждали. Женщина. Она молча наблюдала за ним. Потом запрокинула голову и уставилась в небо. Месяц снова заволакивала мутная мгла. Ещё дождь, как назло, нагрянет. Тучища-то. Так мы, пожалуй, и не увидим. Тогда на смарку всё путешествие. Не увидим ведь. Мужчина, наконец, одолел подъём и теперь еле переводил дух. Дождя не будет. Женщина всё смотрела на тучи. Подует ветер, небо чистится. И нам не стоит сейчас говорить. Лучше помолчать. Но её спутнику молчать было трудно. Он был грузный, уже в летах. Подъём на холм дался ему нелегко. Дыхание его было прерывистым и хриплым. Однако, если бы кто-нибудь мог приглядеться к нему повнимательней, то заметил бы, что это не только обычная возрастная одышка. Мужчина был явно сам не свой от волнения. Выдавали его руки. Он то закладывал их в карманы широких бежевых брюк, испачканных на коленях землёй, то вытаскивал рывком, сплетал пальцы, начиная хрустеть суставами, то стреском обламывал ветку с ближайшего куста и обрывал свежие клейкие листочки. Несколько раз он заботливо щупал себе ладонью сердце, словно проверял, тут ли оно ещё, на месте ли. Волнение, им владевшее, требовало выхода не только в суетливых жестах, но и в словах. Тучи, ливень, погода, чтобы её, небо как ваты, заткнули. Он вздохнул. И всё это наше верхолазанье коту под хвост. Кардинальное невезение. Ой, мама моя, а если упущу я этот случай, то счастье вновь меня не посетит. Цитаты здесь неуместны, я прошу помолчать. Недолго, совсем немного. Женщина положила руку на плечо своего спутника, точно оперлась на него и ощутила то, что он сейчас пытался скрыть сам от себя. Под внешним лихорадочным беспокойством, тщетно маскируемым, раздражённо-капризной болтовнёй, в самых глубинах его сердца жили ясные ощущения нереальности происходящего и страх. Вот-вот уже готовы перерасти в истерическую панику. Женщина почувствовала это и сочла нужным несколько ободрить и успокоить своего спутника. Её рука легонько коснулась его затылка, липкого от пота. Ему показалось, словно наложили прохладную примочку. Пальцы сжали его шею, помассировали, погладили. Снова сжали. «Всё будет хорошо». «Уверена», — шепнула женщина. «Не тревожьтесь ни о чём. Мы пришли не напрасно. Сегодня хорошая ночь». Соседних холмов потянуло прохладным ветерком, и мгла на тёмном небе сдвинулась с мёртвой точки. Заклубилась. Месяц на мгновение пропал и снова явил себя. Блеснул, а затем начал тускнеть, угасать. Ветер окреп. Он дул с юга, сбивая клочья туч в послушное стадо. Низко над горизонтом взошла звезда. И если бы они в тот миг обменялись впечатлениями, то оказалось бы, что каждый видел эту звезду по-своему. Мужчине она показалась голубоватой точкой, мерцающей и пульсирующей на сером предутреннем небе, как тысячи, миллионы, миллиарды других звёзд светлячков. В ней вроде бы не было ничего необычного. Женщина, обладавшая более острым зрением, видела во мгле крохотный туманный серпик. Подобно обломку лезвия, он притягивал к себе её взор, увеличивался в размерах, становясь при этом всё тоньше, всё острее. Утренняя звезда. Женщина сказала это таким тоном, словно сияющая звёздочка была её собственностью, и она дарила её своему спутнику. Тот поспешно отвёл глаза, упёрся взглядом в землю у себя под ногами, словно желал в этот миг видеть лишь носки своих щегольских кроссовок, испачканных глиной. «Царь Содома! Повелитель мух!» Хотя голос его был по-прежнему хриплым, он явно пытался иронизировать, но получилось это плохо, фальшиво. Женщина знала, этому существу сейчас не до иронии. «Можем начинать», — просто сказала она. «Вы не передумали?» «Нет». Она чувствовала ощущение нелепости, нереальности происходящего, и страх снова парализовали его, а таким он ей не был нужен, и не был нужен и... Она подняла умоляющий взгляд к звезде. «Пожалуйста, я прошу!» Страх — удел жертвы. Он не должен мешать жрецу в его жертвоприношении. Страх — дитя ночи, дух мрака. Страх — это ненависть и боль. А когда жрец приносит дар свой, ненавидя и страшась, его жертва становится не подарком, а оскорблением. Только любовь делает жертву угодной, ведь он тоже ищет любви. «Не надо бояться», — шепнула она. «Боль — это радость. В нашем с вами случае это огромная телесная радость. Дайте руку». Он протянул ей руку, левую от сердца. Они репетировали этот ритуал несколько раз подряд там, в ее доме. Он должен был повиноваться беспрекословно. И никакой одежды из синтетики, только натуральный хлопок, шерсть, никаких металлических предметов. Перед походом на холм он выложил зажигалку, ключи, снял золотые часы, снял перстень и обручальное кольцо. «Не нужно, не нужно так бояться», — в который уж раз шепнула она. «Закройте глаза. Лучше вам на это не смотреть». Он крепко зажмурился. Темнота, огненные шары, вращающиеся с бешеной скоростью, огненное колесо. И никакой звезды. Никакого повелителя мух. Огненный шар неожиданно лопнул, отозвавшись острой болью в мозгу и левой руке. Боль жалила точно змея. Он открыл глаза. Длинный, глубокий порез перечеркнул его ладонь. Кровь текла обильно, наполняя горсть. Ладонь была сложена ковшиком. Человек тупо смотрел на свою покалеченную руку. Черная кровь в ладони, как крохотное озерцо. Женщина стремительно нагнулась, подняла что-то с травы. Он увидел под своей ладонью плоскую миску из зеленого стекла. Она принесла ее с собой из дома. Помня наставление, подчиняясь ритуалу, он повернул ладонь ребром. Кровь заструилась, затем закапала в миску. Ни одна капля не должна была упасть мимо. Она предупредила об этом особо. Почему? Что за идиотские предосторожности? Он созерцал сочащуюся кровью рану, чувствуя, как горлу волной подкатывают тошнота и отвращение. Вместе с ними в нем зрел протест. Что за балаган? Что я, взрослый, здоровый, культурный, умудренный жизнью человек, позволяю с собой делать? В какого шута меня тут превращают? И ради чего? Страх, который терзал его, и который он всеми силами пытался прогнать, исчез, но легче от этого не стало. В глазах темнело от тошноты, отвращения и гнева. И в тот миг, когда чувства эти достигли в нем высшей точки, женщина быстро зажала его левую руку своей левой рукой и правой поднесла к его губам чашку с его же собственной кровью. «Пей!» Приказ был точно удар хлыстом. Он коснулся губами холодного влажного стекла, выдохнул запах, поперхнулся, закашлялся и... Женщина смотрела, как ее спутник согнулся в неудержимом приступе рвоты. Все было испорчено. Все. Еще одно наглядное доказательство того, что жертва, сопровождаемая отвращением, годливостью, страхом, сомнениями, не угодно. Ему. Она смотрела на своего спутника, который теперь откашливался, прочищая горло. Несчастный кретин, жалкий театральный паяц, шут гороховый. Сейчас ему плохо, физически плохо, но в глубине души он дьявольски рад, что все это окончилось. Вот так. А пройдет пять минут, и он опомнится, будет жалеть и казнить себя за слабость, и просить, умолять, сделать что-то еще, помочь. Она выплеснула кровь на траву, вырвала клок о соке, протерла чашку, достала из сумки, повешенной на куст, чистый бинт и пластырь. Пока она бинтовала своему спутнику руку, он старался не встречаться с ней взглядом. Она поняла и это. Стыд и неловкость за свою слабость сменились сознанием того, что цель, ради которой они провели эту и многие другие ночи без сна, не достигнута. Она сама заглянула ему в глаза. Ведь ты же не верил мне, так отчего же теперь жалеешь? И чего боишься? Как же это уживается в твоем сердце, неверие и одновременно страх перед тем, во что ты, как сам себя уверяешь, не веришь и не поверишь никогда? Какой же я дурак! Он откашлялся. Я не знаю, как это вышло. Я не хотел. Вы просто не были готовы. Они смотрели на горизонт. Утро вступало в свои права. Небо из темно-серого становилось зеленовато-прозрачным, как стоячая вода старого пруда. Звезды гасли, месяц бледнел, и та звезда тоже неудержимо угасала в свете нового дня. Теперь уже все испорчено? Окончательно? Спросил он неуверенно. И точно мы сущие мухи. Это ж надо так. Сущие мухи, а он повелитель мух. Женщина не ответила. Это его ирония снова фальшива и неуместна. Ничего, скоро от этой натужной иронии не останется и следа. Она сняла сумку с ветки, положила в нее чашу, еще какие-то предметы, поднятые с травы. Молча зашагала вниз по склону, ее спутник плелся за ней, как побитый пес. «Эту неудачу, ошибку мою глупейшую, нельзя исправить?» спросил он после нескольких минут молчания. Она снова не сочла нужным отвечать. Они спустились уже к самому подножию холма. За березовой рощей слышался шум. Там лес пересекало шоссе, по которому проносились редкие по случаю раннего утра машины. Направо через кусты уходило несколько хорошо утоптанных тропинок. Их протарили местные дачники к речке Сойке. Они все так же молча шли по тропе, миновали ельник и вышли на узкую бетонку, перегороженную шлагбаумом. И тут человек не выдержал. Он догнал женщину, схватил ее за руку, развернул к себе. «Да не молчите же вы! Скажите мне что-нибудь! Ну, ругайте меня! Я понимаю, я все испортил и... Но я верю! Я глубоко верю! Я хочу верить! Я не могу все это вот так бросить! Вы же знаете!» Губы его дрожали от волнения. Речь была сбивчивой и малопонятной, но женщина знала, что он скажет дальше. Они все говорили ей одно и то же. Они все возвращались к ней, не могли не вернуться, потому что жаждали повторения. Она скользнула по нему взглядом, словно оценивая. Он стал здесь, внизу, на этой дачной дороге у полосатого шлагбаума, тоже иным, чем там, на холме. Пожалуй, сейчас она смогла бы объяснить ему, что требовалось от него в тот единственный, великий, неповторимый миг. Ведь это так просто. Он уже умный, он способен понять то, как должно совершать подобный обряд, но... Ну, есть способ. Он смотрел на нее жалкими, умоляющими, потерянными глазами. Есть? Она вздохнула. Нет, его сожаление и стыд — плохая почва для подобного разговора. Да и нужен ли вообще ему такой разговор? Есть. Она взяла его за руку, уводя прочь. Способ есть. Такой же, как и этот, мы повторим и... Нет. Это другой способ. А мне он поможет? Впрочем, о чем я говорю? Какие тут гарантии? Я понимаю, но... Она уводила его все дальше и дальше от холма, внешне со стороны они выглядели как зрелая супружеская пара, грузный, с проседью в волосах мужчина, в летних брюках и ветровке, испачканный на груди чем-то буром, и женщина в спортивном костюме дорогой фирмы с клеенчатой модной итальянской сумкой через плечо. Они смахивали также и на немолодых то ли туристов, то ли дачников, отправившихся в это солнечное летнее утро за город. Именно так и воспринимали их те, кто попался им на дороге в этот ранний час. Но ни с кем из встречных, ни с одним живым существом мужчина не мог поделиться, даже если бы очень-очень захотел, странной, тоскливой тревогой, которая против воли сдавливала его сердце все сильнее и сильнее, по мере того, как они удалялись от холма. Субтитры 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 Субтитры